Здравствуйте, уважаемые коллеги! Знаете ли вы, как устроена современная рыночная экономика? Нет, вы, наверное, не знаете, как устроена современная рыночная экономика. Я вам сейчас расскажу. Очень простой пример. Такой глухой городок. Там мало жителей, знакомы между собой, все такое. Но там полная экономическая депрессия. Ни туристов, ни клиентов, ничего особенного нет. Ну, как-то живут люди так между собой. Вдруг туда приезжает, машина останавливается возле гостиницы, уходит некий бизнесмен, заходит к хозяину, говорит, я бы хотел у вас остановиться, я здесь проездом, подготовьте мне комнату, кладет 100 долларов за даток. Но я сейчас схожу на почту, возможно, у меня какие-то телеграммы там пришли, надо проверить. И уходит. Хозяин давно не видел живых денег, радуется и бежит, отдает своей горничной, которая убирает в номерах. Он говорит, заложал зарплату, заплатил ей 100 долларов. Она радуется, бежит к хозяину магазина, который убрала продукты в долг, и тоже расплачивается с ним этими 100 долларов. Хозяин тоже радуется, что деньги появились, бежит к местной проститутке и расплачивается с ней за услуги, которые тоже ей задолжал. Проститутка еще больше радуется, бежит опять в гостиницу, и отдает хозяину 100 долларов за аренду комнаты, которую она снимает для своих клиентов. Тут возвращается тот самый бизнесмен, говорит, ох, к сожалению, у меня поступила демиаграмма срочная, мне нужно срочно уезжать, я не смогу у вас остановиться. Забирает свои 100 долларов, кладет в бумажник и уезжает. 100 долларов вернулись к хозяину, они уехали из этого городка, а в городке все расплатились долгами. Вот так устроена современная рыночная экономика. Уважаемые коллеги, недавно я был на фестивале хоров, ну, хоровой фестиваль в Северофийске впервые проводится, на региональном этапе, там из Казани, из Бугульмы, из Челнов были хоры. Вот, по-моему, Челнинский хор как раз исполнял песенку, песню «В опале березонька стояла». Ну, известная песня, все с детства ее знают, да. Ну, и объявили так, как русская народная песня в «В опале березонька стояла». Там такой хор ветеранов, такой пожилой солист, очень все красиво не исполнили. Вот, ну вот, смотрите-ка, уже забыто. А ведь это неправильно, она не русская народная песня. Она русская, но у нее есть автор. И автора звали Нигмат Мисаилович Ибрагимов. Это был филолог, профессор Казанского университета, и он написал вот эти стихи в «В опале березонька стояла». У Евгения Евтушенков поэй на Казанский университет, даже такие строки есть, да. К сожалению, мало известно, но достоин тот факт пьедестала, что татаринам создана песня «В опале березонька стояла». И за это, мой названный брат, честь тебе, Ибрагимов Нигмат. Нигмат Мисаилович Ибрагимов, профессор Казанского университета. В опале березонька стояла. Уважаемые коллеги, знаете такую поговорку, да? Уважаемые коллеги, знаете такую поговорку? Точность, вежливость королей. То есть, король, ну, выше его никого нет, то не может где-то опоздать, прийти позже, да, его подождут, придворные там, или простой люд. Вот для короля это вежливость, но и не для короля. Точность – это тоже вежливость, тоже камильфо. Ведь назначаются, скажем, какие-то официальные мероприятия, собрания, совещания, лекции. Просто приглашаем людей к себе в гости или идем в гости. Ну, наверное, сами замечали, как минимум половина гостей не приходит, вот, скажем, ровно в 15 часов, хозяева назначили, ну, до полчетвертого, в лучшем случае еще гости будут приходить. Ну, конечно, радуются, штрафную нальют и так далее. Вот, ну, это не камильфо. Тем более, когда в служебных отношениях точность, вежливость не только королей. Вот, но с другой стороны, если тот человек, который организует совещание, руководитель, лектор, в буде даже, да, вообще-то эти вещи можно регулировать. Я на себе это не раз проверял. Есть такой прием, ну, скажем так, вот, совещание назначить не на 15 часов, а на 15 часов 0,5 минут. От неожиданности люди приходят 0,5 минут, что случилось? А ничего не случилось, совещание начинается и все. Если не дойдет, совещание начинается ровно в 15.05, но дверь закрыть. И те, кто опоздает или имеет привычку опаздывать на совещание, принять такие решения, чтобы они пожалели о том, что они не были на совещании, не в их пользу, повесить на них лишние обязанности какие-нибудь там, прочие вещи. В следующий раз, как шелковые, прибегут за полчаса. Помнится, была пьеса какая-то советская в театре, там вот совещание на заводе, и вот люди собираются, и один мужчина заходит, говорит, ну, я приучил уже себя, когда назначенное время, нужно приходить через 15 минут, всегда точно попадаешь. И вот это действительно чуть ли не национальная привычка. Вот 15 минут, такой-то магический ритуал, никто не начинает, опаздывает, и начальник не начинает. Ну, а с лекциями совсем просто. Это, ну, в наших вузах всегда тогда. В 9.40, скажем, не вторая пара начинается, а щелкать турникет только начинает. И студенты медленно, с металлолизмом беременных улиток, поднимаются на пятый этаж, и правильно делают, профессор идет еще позже, кто кого приучил, не знаю. Лично я в 9.40 закрываю дверь аудитории изнутри, и не обращаю внимания на мольбы и крики, пустите, я только сумку заберу, я уйду. Нет, уйдешь после лекции, когда я открою дверь. На следующей лекции все приходят как минимум за 10 минут. Одного применения этого правила достаточно. Но точность, вежливость королей, и не только королей, это комильфо. Еще о хорошем тоне. Часто вы всегда исходно даже связывали с застольями, вилка в левой, котлета в правой, когда подают, там какой-то застольный этикет. Но раз застолье, там люди же кушают, и даже там потребляют напитки, и не только безалкогольные. И вот здесь тоже правила хорошего тона, как вот говорят, хороший тон, никогда вы там не умеет, не пролили соус на скатерть. Хороший тон, когда вы не заметили, когда другой что-то пролил. И здесь другое, поскольку всякие будут кушанья. Вот здесь не комильфо, когда люди начинают подчеркивать свои там вкусовые пристрастия, там или, ну, может, по состоянию здоровья что-то нельзя есть, тебе пить. Вот здесь это не нужно делать. Ну, сам близкие друзья просто знают, да, у кого-то там уже диабет, у кого-то и желудок болит, готовить специальную пищу. Но, скажем, ставить условие, что вот вы мне приготовьтесь тот-то, конечно, невежливо. Тем более, когда мало знакомые компании приходите, ну, вот вам положили то, что вам нож нельзя есть, да, или вы это не любите. Ну, ничего, для виду поковыряйте, ну, можете не есть, да. Вам наливают вино в бокал, не надо закрывать его рукой, я не пью. Не пейте сколько хотите, но налить надо, не пейте, не прикасайтесь к нему. А то еще кто-то гордо переворачивает стакан, я не пьющий, я абстинент. Да черт с тобой, хоть ты вегетарианец. Зачем все это сообщаешь-то? Ну, и, конечно, хозяеву надо, нельзя навязывать, да, нет, вы все-таки выпьете, ну, уж кушаете, что ж Иван Иванович ничего не кушает. Ну, уж нельзя ему, да. Ну, если у вас ожидаете, что там не будет блюд, которые вам можно есть, да, ну, мало ли что, ну, покушайте дома на всякий случай заранее, да, там уж какой-нибудь салатик какой-то можно что-то будет съесть. Вот, ну, нельзя, это не камельфо, это афишировать свое, у меня там что-то болит, или я это не ем, мне жирного нельзя, я не пью и так далее. Что наливают, что положили, не прикасайтесь, ну, и не афишируйте это, иначе просто так некрасиво, да, и все начинают уже, и хозяйка нелогко себя чувствует, она не знала, что вы жирное не едите, я что-то другое приготовила. То есть здесь вот это вот, этим надо все-таки тщательно следить, это камельфо. Вот еще о телефонном этикете, да, все-таки мобильный телефон перевернул всю нашу жизнь, всегда, в любое время, в любой точке будешь доступен. Но сейчас появился, да, некий такой этикет, как такая шутка есть, да, что 90% телефонных звонков состоит из двух фраз. Ты где? Ответ, уже подъезжаю. И вот на этом зарабатывают многие сотовые компании. Не очень-то многие уже, их практически тоже монополизировалось все, вот, но при этом такой уже народный этикет сформировался, да, что вот звонит человек и все-таки остановляется. Могу ли я говорить? Если я звоню там на служебный телефон, в кабинете, понятно, могу говорить, и то, может, у меня совещание идет, а может, я в автобусе, да, может, я иду там, или неудобно мне говорить. Могу ли я говорить, да, утверждаете, да, пожалуйста, или можно я перезвоню, я в автобусе сейчас, неудобно. Как японцы никогда не говорят в транспорте по мобильному телефону, это не камельфо. У нас сплошь и рядом люди разговаривают. Ну, ладно, позвонили вам, можно что-то ответить, да, или сказать, что я перезвоню, я в автобусе неудобно. Ну, и считают, что это удобно, и все интимные подробности в своей жизни начинают обсуждать прямо в автобусе. То есть могу ли я позвонить? Или, скажем, да, стационарный телефон или мобильный, ну, вот, соединились, и во время разговора связь оборвалась. И две руки бросаются набирать телефон друг друга. Неправильно, не надо. Вот кто первым позвонил, раз связь оборвалась, он еще раз наберет и еще раз перезвонит. А второй собеседник просто ждет, когда ему перезвонят. А кто заканчивает разговор? Ну, когда вам начальник позвонит, конечно, вы же не скажете ему, да, хороший драматрасович базарит, я все понял, да. Пока начальник не соизволит закончить разговор, нельзя. Также дама должна первой закончить разговор, что типа спасибо, я все вас выслушал, до свидания. Ну, близкие друзья могут там, ну, извиниться опять же, слушать, аж извини, там, я подъезжаю там, или сейчас на меня автобус наедет, то есть о том перезвоню. Вот, ну, тоже важно, да, что есть некий этикет тоже, этикет, кто заканчивает разговор. Или, кто я позвонил, то я, наверное, должен быть инициатором того, что я заканчиваю. Ну, и, конечно, болтать долго не надо, то есть, бывает, человек по делу разговаривает, все уже понятно, и вот, бывает, ждешь кого-нибудь в кабинете, да, а ему кто-то позвонил, вроде по делу, по работе, ну, какую-то ерунду, несут, что-то все уточняют и прочее, прочее, ну, тоже не комильфо. Два-три-четыре фразы все же понятно. Нет, что-то начинают там вот разбусоливать. Это что-то не просто с девушкой разговаривать. Это уже служебный телефон, служебные разговоры. Некомильфо, то есть, вот здесь очень много килобайт информации, о том, пустой, ненужной, перекачивается через спутники. Давайте беречь спутники хотя бы. Болтать меньше по делу и четко соблюдая телефон. Еще о Казанских улицах. Практически параллельно, рядом, да, находятся две улицы, Астрономическая и улица Лобачевского. Уж в Казани Лобачевского все знают. Великий ректор Казанского университета, хотя он больше гордился званием главной библиотекарь Казанского университета, но и ректор был, математик. А почему Астрономическая? Потому что там стоит старая университетская астрономическая лаборатория на этой улице. Это обсерватория, вернее сказать. Вот. Просто почему это связано два этих имени, Лобачевская обсерватория? Он сейчас математик, ведь, да, не астроном. Но вот из знаменитой геометрии Лобачевского вещь, которая считалась какой-то полной абстракцией, чуть ли не бредом. Там параллельные прямые пересекаются в пространстве, ну, просто другие пространства, не Евклидова, а Лобачевское пространство. Так вот, Николай Иванович, оказывается, такие опыты ставил. Вот в той самой лаборатории вот в один день он измерял угол до какой-то определенной звезды на небе. Ровно через полгода, когда Земля проходила половину своей орбиты, он ту же звезду измерял угол, под которым она на той стороне орбиты. И вроде как доказать того, что прямые могут искривляться, или углы там не совпадают, или сумма углов треугольника может быть больше 180. Ну, говорят, не совсем у него так получилось, грубые инструменты и прочее. Но доказательство геометрии Лобачевского, ее верность, она в микромире потом нашлась на мешатом уровне, в серьезных, дальних космических измерениях. Ну, так символично, что улица Лобачевская и астрономическая, они как-то как бы перетекают друг к другу. А посередине стоит бюст великого ученого, которым Казань гордится. На одном заборе на даче висела такая надпись «У нас собака во дворе добрая, но нервы не к черту». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова